МОСКОВСКИЙ ОБЛОСТНОЙ КОЛЛЕДЖ А еще скрипачи, вокалисты и пианисты из Электростали, Пушкина, Коломны. Пианист Петр Кованов подготовил этюд-картину номер один, опус 39 до минор. Работал над пьесой два месяца и совершенствуется до сих пор. Рахманинов очень сложен, так как сам был пианистом великолепным, поэтому и фактура, и задумка, все на высшем уровне. В камерном хоре из Коломны больше 30 артистов. На гала привезли в молитвах неусыпающую Богородицу. Трудности при разучивании есть, но при исполнении происходит только красота. Чувствуется какая-то современность. Концерт рассчитан на 4 часа. До этого студенты уже провели научно-практическую конференцию, фортепианный концерт, также посвященный маэстрам. Ученики художественной школы организовали выставку «Какая она музыка» Сергея Рахманинова. И это только начало празднования юбилея композитора, который 1 апреля отметит вся мировая музыкальная общественность. Хорошего праздника. Праздника музыки и торжества творчества Рахманинова. И, конечно же, торжества талантов юных музыкантов. Я желаю того же самого замечательного исполнения, искреннего и совершенного. Студенты Пушкинского к юбилею Рахманинова и вовсе пойдут на эксперимент. Планируют исполнять вокалист на единственном в мире бесконтактном музыкальном инструменте – термин «вокси». Больше века спустя творчество последнего романтика классической музыки продолжает вдохновлять молодых музыкантов. Жанна Лавянникова, Сергей Федоров, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.